здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу показать вам как я поливаю контейнеры с рассадой сейчас уже ноябрь и пора укоренять листочки для того чтобы весной к отправочному сезону были крупненькие деточки и так кто не смотрел про укоренение декоративно-лиственных бегоний пожалуйста на моем канале умелая хозяйка на дзен и на ю тубе есть плейлист декоративно-лиственные бегонии также и называются листайте и там вы все найдете как разные способы для тех кто не знает как могу повторить еще раз снять потому что сейчас этим и занимаюсь вот здесь на днях укореняла смотрите это у меня номер 144 регал минуэб берем верховой нейтрализованный торф агробалт синий очень пушистый и в нем все питательные вещества микроэлементы которых хватает на три месяца ничего сюда не добавляю этого вполне достаточно чтобы детка подросла до момента пересадки и и в рюмочке смачиваю грунт таким образом простой фильтрованной водой никакого фитоверма ничего не добавляю чтобы при сжатии в кулак вот так сильно сильно сжимаем выступали между пальцев капельки но капельки эти не текли если капельки выступают и не текут грунт идеален для посадки укоренения листочков нарезаем с помощью ножниц либо лезвия канцелярского ножа скальпеля кто что использует естественно инструмент необходимо протирать либо а перекисью водорода либо спирта после каждого растения особенности растения с гнильцой и укореняем далее не брызгаем не поливаем листья соответственно должны быть обязательно плотными набрать тургор закрываем ставим на подсветку через десять дней уже брызгаем как брызгаем сейчас покажу брызгаем с пульверизатора это такой своеобразный полив бутылкой не поливаем можно перелить и они конечно же сгниют если ваши листики вялые но погиб цветок и листочки прям висят такие листья никогда не укореняйте изначально замачивайте их в тару в посудину у меня здесь вот стоит вот такой вот контейнер с горшками неважно просто показываю прям топите на дно заливайте фильтрованной водой это этот нечистая сегодня разбирала цветы просто показываю к как вариант фильтрованной водой замачивайте на ночь к утру листики встали затем просматривайте их вот так вот на свет на фоне окна то что просвечивает обрезаем выбрасываем то что крепкое можно укоренять вялые это 90 процентов что листок погибнет кстати бывает что ты желтые хорошо укореняются если за неимением нет другого пытайтесь пусть деток будет из него не три-четыре хотя бы одна но она вырастет ну желательно брать конечно же крепкие если это ваши листики если вы заказали вам пришли там вялые подгнившие то обрезайте спасайте то что есть ну и вот таким образом мы берем пульверизатор у меня вот она смотрите я использую бутылки из-под различных там вот не буду показывать знаете вы green belt идеальные бутылки для брызгалок конечно можно купить пульверизатор вот у меня их валяется штуки 3 и они не так хорошо распыляют набираем также фильтрованную воду я набираю заранее то что она холодная от этой литровой бутылки мне хватит на целых два стеллажа пропрызгать раз в 10 дней делаю самый мелкий распылитель и вот так вот между то что листики мокнут это тоже ничего страшного потому что в природе как идет дождь растения растут под дождем да и все нормально укореняется ничего не дни и вот следующий контейнер контейнеры я использую одни и те же затираю их растворителем зачищаю затем заново подписываю поэтому не вот такие скотчи и во всем остальном вот тоже самое через 10 дней но не забывайте вот так грунтик взять потому-то мне пальцы грязные сейчас перчатками это сделать невозможно сами понимаете да берем вот так вот прощупываем если грунт влажный то сбрызгивать не нужно потому что бывает мало ламп или дома температура допустим в 20 градусов да естественно сохнуть они будут намного медленнее чем если дома температура 27 я брызгаю и проверяю в любом случае каждые 10 дней что же происходит с этими листиками которые мы укореняем от укоренили хоть сейчас и осень многие скажут а разве можно укоренять осень вот таких вопросов всегда много тогда же укоренять если вы хотите к весне получить рассаду хорошую крепкую конечно же сейчас но друзья мои я всегда укореняю на ранний месяц вот сейчас еще до 16 числа до полнолуния можно все укоренить старайтесь потому что следующий раз бросаем когда луна на убыль идет многие не смотрят на календарь ну я как-то и сажаю в огороде всегда на ранний месяц и будем ждать уже декабря что не успею укоренить укореняем вот так все ставим на подсветочку и вот месяц назад то что я укореняла ровно месяц вот опять у меня к весне будет очень много стартеров смотрите что с ними происходит месяц назад укорененные где-то месяц где-то полтора все деточки выскочили это вот мои сорта они новые свежие они очень быстро выскакивают этот за 196 и 205 так что это мне 205 это вы нам а 196 это баунти вот он со светлой серединочкой листы смотрите как они этого нам как моментально они повыскакивали я конечно этому очень рада но их буквально через пару недель нужно пересаживать в рюмки после того как пересадим в рюмки в свежий грунт опять же в агробалт синий с добавлением перлита они снова стартанут и вырастут они у меня в огромные детки в крупные уже в январе а кому я в январе буду их предлагать правильно поэтому к апрелю они будут крупными стартерами с одной стороны это хорошо но с другой стороны вы больше заказываете детки потому что они в два раза дешевле да и отправлять их удобнее и посылка легче для меня это тоже не очень хорошо но куда деваться приходится укоренять потому что многие растения осенью перебираем и излишки конечно же обрезаем укореняем что-то там на распродажу пошло что-то на подарки вот так вот и получается что приходится укоренять это номер 70 это лирекс кстати лирексов у меня 20 сортов друзья новые каталоги будут в январе еще расскажу на умелой хозяйки что на цен называется канал что на youtube если уж youtube кому-то будет недоступен лирексы неубиваемые сорта я думаю они должны быть каждой коллекции они очень красивые лист у них намного толще чем у других расцветки разные имейте это виду при заказе вот здесь вот семерочка 98 семерочка это канкан вот тоже месяц небольшим уже все уже детки уже даже корешки кверху лезут с одной стороны это прекрасно значит хороший посадочный материал легкая рука естественно у меня легкая рука я думаю всех цветоводов легкая рука иначе бы цветы не росли ну вот такие вот дела все растет благоухает и свои заказы на весну как только выйдут каталоги в январе посмотрите и пишите на ватсап 8 3 9 464 6004 по предоплате сразу же буду отставлять ваши заказы и готовить их к отправке отправка с 15 апреля по очереди это номер 74 закат на малый я в этом году проанализировала что берут что не берут добавлю много новых сортов очень много будет новых сортов но буквально третья часть каталога какие-то уберу а которые плохо брали они пойдут на подарки подарки будут всем обязательно как без них вот так друзья готовлюсь к новому сезону это будни цветовода не успели закончить один сезон а сразу же начинается другой так 207 это тоже будет мой сорт лесная нимфа зеленая такая вот она интересная такая вся с набрызгом со светлой серединой и подрастают у меня новые сеянцы из которых тоже выберу сорта вот там будут яркие как кометы прям такие разноцветные прелесть напыляла все это напыляла сейчас буду выбирать светлых сортов теперь мне много осталось набрать ярких ну в общем то вот и все видео если вам интересен процесс укоренения напишите в комментариях еще раз засниму еще раз покажу всем добра мира до новых встреч